Вот вам, пожалуйста, красота. Цветок. Это урановое стекло, корзинка. Давай, это с птичком. Угу, это с птичком, да? Они такие минималистические, да? Да-да-да. Здесь вот чуть-чуть ужасно. Все думали. Ну, он и без подсветки прекрасен. Что ты такой цели и куда ты и будешь, ты? Что вижу из новинок у Васи? Смотрите, кувшин. Тоже с птичкой. Майолика. Обливная керамика. Графинчики. Вот это вот с серебром. Вот эти. Серебряные наконечники. Их парочка. Кстати, подставка тоже с посеребрением. Вот это. Здесь, видите, вот так можно это все приобрести. Вот с такими интересными мензурочками, можно их так назвать. Вот это у нее из новинок. И пробочка родная в форме купола. Вот этого, по-моему, тоже не было комплекта. Если я не путаю, если я не путаю. Вот эти тарелочки из новинок. Птица. Вот эти медные с латунью предметы. Тоже это кувшин. 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 Так, смотрите, сахарничка вот такая. Вся винограда. Виноградный лазей. В виноградной листве. Съемная крышечка закрывается. Можно и подварение. Видите, с подачей. Ручка подачи. Маленькие мизерные соломка и перечница. Австрия, если я правильно разглядел. По-моему, Австрия. Вот они мизерные, хорошенькие такие. Прям милашки. Вот эти яйца очень красивые. Вот и вот МТ. Это поставщик императорского двора. И на дне тоже пробовали. Серебро. Смотрите, это мне подарили. Угу. У меня еще, смотри, что есть. Шикарный подарок. Да. Ракальная вся. Ты представляешь? Очень красиво. Цветы пиончики здесь стоят. Вот, один раз спустится скоро. Знаешь, тоже пионы стоят. Тоже сейчас мы к вам придем. Ну, не, внутри. Мы просто здесь руководятся. Это японизм или китайизм? Китайизм как это? Это в 30-е годы. Это французские часы. Была мода вот этой китайской тематики. Здесь инкрустация. Открывается, да? Такие часы, да. Есть в Юсуповском дворце. Вот два ключа надо открывать. Один ключ от Сюма. А, оно закрыто. Здесь, да. Здесь маятник вешется. Там, говорит, буфет такой и часы. Вот такие же стоят. В таком прям стиле. Один пион. Они бьют каждый 15 минут. Четвертный. Ой, пионы. Думаю, что у меня голова болит? Запах пионы. Так, у Марины, смотрите, вот эта тарелка блюда с ключными росписами. Необычная. Я не видел такую. Лимош. Или что это? Наверное, Германии тесто. Вот это сам блюдо. Германия, да. А, роспись бельгийская. Так, и пары антикварные. Здесь их две. Здесь вода с подогревом. Вот так это разносит. Со столом. По местам. Там воду горячая. Интересно. Действительно красота. Посиди твой. И вот еще. Можно перевернуть, и тоже тарелка будет. А так крышка. Кстати, тонкая, очень тонкая. Покой цвет красивый. Покой кувшин. Очень выпуклая. Да, да, да. Тут парка необычная. Или Франция любит. Что-то там. Чтобы сказать, цветок. Я сейчас сегодня с Михаила Тарасова. Очень счастливое. Какой пакал. Так. Были сахарницы, была молочник, но купили их. Остался чайник. Обалденный чайник. Тут у меня гости были два дня подряд. Я тоже заваривал чай в зелененьком чайнике. Вот этот у меня чайник, который эгоист. Ой, как наслаждались гости чаем. Да и я вместе с ним. Все-таки заваривать надо. Он с травами у меня там какой-то. Да, классный. Ручка вот такая. Не помню, вроде бы показывал вам это, а может быть и нет. Досточку, но мое внимание привлекла здесь эта пара. И она здесь не одна, их две. Здесь розенталь. Интересная форма, интересный рисунок по дизайну. Сами такое еще не встречали. Сейчас покажу клеймо. Оно, по-моему, там есть. Очень тонкий костяной фарфор, прозрачный. Вот оно полностью надпись. Резентальность просто отзывается. На ручку обратите внимание тоже. И молочнички мне глянули здесь тоже. Так, здесь еще есть варианты из хрусталя. Один красше другого, видите, здесь. А это я помню, это донышко глупого. Это фильм, я знал. Добрый вечер, а что это значит? Вот есть. Вот этот вкуснее всего, наверное. И для компании еще и вот такой есть. Ну, все хороши, конечно, каждый по-своему. Ну, не знаю. Классно. Хочу вам ЛФЗ показать колокольчики. Вертинская. Прекрасно, конечно, молоденькая, прямолоденькая. Вот ЛФЗ, колокольчики. Пара здесь продается. Я до сели не встречал. Еще есть варианты. Троечка тоже ЛФЗ, но это уже более современная. Угу. Типа того, что я покупал. Очень красивая форма. Мой, по-моему, чуть побольше. Но здесь трещинка есть. А так, конечно, он прекрасен. Барановка. Не могу обделить вниманием эту малышку. Совсем мизерная, посмотрите. Но при этом вся в цветах, вся украшена и декорирована прямо обильно. Это Лимош, Франция. Ну, вы видите, насколько она маленькая, прям совсем. Если вот, ну, допустим, я иногда показываю малышек, то они вот такие. Это, вы видите, гораздо меньше. Вот если с этой сравнивать. Так, вот это тоже малышка прекрасная. Так, и восторг вызывает вот этот предмет. Горчичница или под сметанку. Лимончик можно сложить, мелко нарезать. Ой, шикарно, шикарно. Так, рюмеры необычные. Сколько их здесь? Три штуки. Есть вот такую интересную. 1888 год. Обалдеть. Смотрите, какие грани. Есть что-то подобное, но уже с крышечкой. Вот. О, край какой. Толстостенная. С инициалами. Ну, роскошный, роскошный кубок. Назовем его кубок. Так, вот это что-то необычное. Прямо льдинка, как будто вот зимой из воды достал льдинку. О, вот это работа. Вот это работа. Музейные вещи, мне кажется. Вот так вот и не подержишь в руках. Если не занимаешься этими вопросами и моментами. Так, что-то еще... А, вот это хотел показать. Так, солнышко выпрыгнуло. Сейчас подходил к одному продавцу и заговорили, что... Ну, вот многие из вас идут потом приобретать что-то. Видят у меня на видео. Ну, те, кто в Москве. Так вот, я хочу сказать, для тех, кто не в Москве, тоже можно через меня приобрести все эти предметы. Цену узнавайте во ВКонтакте. Пишите, находите мой ВКонтакте. Он прикреплен здесь внизу. В первом сообщении ссылка. Потому что с многими продавцами я связан и... Ну, телефоны имею, могу связаться и узнать точную цену и... Ну, впоследствии забрать. Хотя, некоторые из вас обращаются, но уже чуть позже, когда предметы уже куплены. То есть, если кто-то хочет, то реагируйте быстрее. Кашпо. Тут уже ручные росписи, антиквариат. 19 век. Гениальная работа. Вы видите, на крыше тоже медальоны Фраганара, значит, и целующаяся мальчик с девочкой. Обалдеть. Вот это да. Хорошо, я вот это вот все видел. Вот эти кони, вот это все дамы. Но вот такой крыши я никогда не видел. Просто обалдеть. О-о-о. Просто восторг. Я прям влюблен. Гирлянды цветов от них отходят. И вот эти вот по углам. Что это у нас? Типа... Как они называются? Забыл. Лохматые вот эти. Ой, как же это красиво. Обалдеть. Обалдеть. Стопочки какие. Здесь есть шесть штук. Вот они стоят все. Наверное, Франция. Предположительно. Не часто встретишь такие симпатичные клипсы. И это 50-е годы примерно. Симпатичные, мало сказать, красивенные. Что-то современное, но очень красивое. Что тут пишут? Лимош. Лимош пишут. Так, я тут кое-что прикупил. Ну, кстати, очень даже симпатичное. Ну, опять что-то я скромничаю, симпатичное. Красивое, красивое, да, очень купил. Вот, смотрите, интересный предмет. Бронзовый человек, значит, поднимается на гору, да? Что-то такое необычное. Бинокль с ручкой. Вот это что-то старенькое, очень красивое. Тоже на лимош похоже. Снова с вами в саду. Отчет, что цветет, что уже отцвело. Вот те ирисы, которые цвели, вот они все уже потухли, погасли. А те, что набирали цвет, вот они как раз активные. Часть от них у них уже, да, потеряла цвет. Нет, ну, основная масса в цвету. И пионы, пионы белые и, видите, сиреневые там в центре. Красавцы. Ну, и кусты такие закустились, конечно, пообильнее стали, пообъемнее. А, вот розовый пиончик, а это только расцветает. Ну-ка, розовые, вот эти крупные. Красивые, красивые. Желтые тоже расцвели. Ирис белый. Так, ребятки, уже все к завершению. На каком-то одном столе зависнешь, а время идет моментально. ГТР с гордостью сказал мне продавец. Вот он, полный сервиз здесь, Германия. И что это? Как это? Ягодка называется? Брусничка или как? Видите, и масленка, и маленькие тарелочки, и кружки большие, и кружечки кофейные, и молочник, вот там чайник, и пирожковый. В принципе, полный комплект. А, вот что еще тут есть. Детский домик и автомобиль, чтобы гости приезжали. Отдыхай, отдыхай, отдыхашка. Ребятки, посмотрите, какая красота. Просто роскошь. Антикварная. Здесь она светлее книзу, а вверх более голубой. Цветы, сохранность. Ой, какая она шикарная. Шестнадцать тысяч стоит вот эта вещь, ребятки. Очень красивая. Какой выбор здесь тарелочек. Очень красивых. Здесь комплект, по-моему, из шести фас. Что это такое фас? Что это? Очень красивая. И вот все они разные. Все тарелочки, каждая хороша. Ну, по-моему, а, вот я думал репейник. Нет, не репейник. Какой край у меня прорезло. Мелкий-мелкий. Здрасте. Край обалденный. Просто кружевая. Ох, красота. Корнило. Очень плотный фарфор. Прям плотный-плотный. Ну, в смысле, толстенький, да. Но вот эти очень... Это еще 840-й год. Вот эти? Шуман. А, это Шуман. Он оставлял конкурент в герлийской лампатуре. Новое слово. Санкт-Петербург, 911-й год. Уборный пейзаж. Видели, да, написано пером. Пребятки, тоже серебро для оливок. Специальная ложечка. Видите, какая она? Комплект. Все это серебро. Да. Какая-то артель. Ну, очень изящная. Вот те самые ложечки серебряные, которые прятали в столовой. Серебро домашнее. Фамильное, вернее. Тоже серебро. Комплект и дрожжи. Для лимончик и вилочек. Да. Видели ли вы, какая у меня для оливочек. Очень красивая. Вот такой вариант есть. С накладными эмалями. Все, что остальное делалось, это самопалы. Угу. Это у нас такое. В 80-е годы. Слепя, да, 80-е. И тоже серебро, да? Да, серебро, да. Там серебро. Это что? Это чуть поменьше размером. Это модерн. Камень. Капель, пар, ау. Ну, это... Нет, это... Серебришка, в общем, кто? Это подпишек. Я не проезд. Короле. Пожалуйста, приходите, покупайте. Или мне заказывайте. 6 тысяч рублей. Ребятки, это все Хэйренд. Смотрите, девочка с гусем, она его кормит. Ну, по ним видно, да, что это одна тематика, одни краски. Девочка с петушком и курочками. Ну, очень мне понравился кот в собаках. Вот он зеленоглазый, с мешочком идет за плечами. И там, значит, девочка с собакой и у нас кто это? Даже не знаю, кто это, мужиктер или кто это у нас? Ну, вот такие необычные новиночки здесь. Розенталь старый. Да, и в тесте там, смотрю, тоже клеймо. Вот эта вещица красивая. А, вольду. Могу повернуть вам, что ли? Нет, пусть стоит, большая. Очень красивый предмет. Плески прошло, может, на батарейках даже вращалось. Поставили, началось на видео. Часики, видите, да, велосипеды? Даже цепь есть, педали. А это, значит, у нас 18-й век тоже накладная ямаль с золотом. И ручная роспись, лампа. Но часики просто прелесть. Похоже на Север. Ну, или Франция. Вот это тоже, конечно, непередаваемая красота. Физячная ножка, вы видите. Хранность хорошая. Придунья. И здесь интересный кувшин с серебром. Вот тоже тарелочка редкая купальщица. Как раз где-то я видел к этой передаче, как в Питере, да, в Петербурге подъезжали вот такие домики, и дамы из них выпрыгивали прямо в воду. Они заезжали, эти домики. И дамы прыгали в воду, то есть, чтобы не показывать себя, ну, открытые места. Тело прямо из домиков прыгали в воду. Вот, видимо, те времена. Танцовщицу хотела вам показать эту. Красивые движения так ее зафиксировали. И платье развивается. Как показать неудобно? Шнур на телефон. Сейчас вытащу. Оп. Очень красивая вещь, конечно. Скорее всего, один автор и вот этой троицы. Книги все девицы сидят, читают. И вот здесь что-то из этой тематики. Крестьяне. А медведь-то какой шикарный. Смотрите, в костюмчике. С галстуком. Смотрите, какой собак. А-а-а, кстати, для спектаклей. А-а-а. А-а-а. Бисквит. Классно. Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебникам. Ты идешь, идешь, по январю. Холодно следы, как многоточье. Хочешь, я с тобой заговорю. Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебникам. Волшебникам.